снимать пейзажи развлекаешься развлекаюсь так чё хотел браштав а просто делаем сегодня взор видится так вопрос уже весь мокрый пипец давай приветствие давай говори давай всем привет меня зовут игорь вы на канале мороз хан сегодня хочу сделать обзор вот этих вот невероятно теплых мощных видосов которые я приобрел совсем недавно но успел походится весь осенний сезон побывал в отрицательных температурах ломали лед и сейчас я готов представить вашему вниманию на фоне опыта своей эксплуатации и так друзья сегодня мы будем говорить о супер утепленных вейдерс их от фирмы lacrosse который называется brushstaff extreme хорошая новость друзья значит lacrosse стал поставлять в россию напрямую то есть ссылка есть в описании вы можете зайти на их сайт переключиться на русский язык и вам даже цены будут показывать в рублях конечно штука очень дорогая с учетом доставки получается в районе 30 тысяч спору нет друзья давайте посмотрим на ситуацию на рынке что можно быстро привезти в москве из теплых вейдерсов неопреновых только bandit это сейчас там остались только огромные размеры обуви или же финские вейдерс финтрейл финтрейл тоже имеет 5 миллиметров неопрен но там холодный сапог друзья и я ничего не хочу сказать плохого об этих вейдерсах но мне эта схема не подходит у меня ноги мерзнут они предлагают утепляться неопреновыми носками мы пробовали даже вставлять ватные носки холодно у меня ноги замерзают мне не нравится и третий вариант что можно делать можно одевать обычные скажем вейдерсы тонкие или мембранные вейдерсы одевать на толстую теплую одежду мне этот вариант тоже не показался не очень удобным можно если быстро спрыгнуть в воду там пробежаться собрать но находиться все время в этом вот в такой одежде ватных плюс вейдерсах не всегда очень комфортно фирму lacrosse я знаю давно большой поклонник у меня есть и сапоги и ботинки но теперь я купил себе вейдерсы заказал прям со социального сайта никаких проблем немного не потупили и за три недели они ко мне дошли что я хочу сказать друзья прежде всего самый главный критерий которые для меня был важен это сапоги я брал сам экстремальную версию сапоги здесь lacrosse с утеплением 1600 грамм на квадратный метр от insulite есть чуть более легкая версия вот этих самых вейдерсов там применяют сапоги с утеплением 1200 грамм на квадратный метр но я брал специально вот эти потому что у меня есть я делал как если вы смотрели мой обзор у меня есть сапоги lacrosse в камуфляже оптифейт я очень ими доволен это что они тяжелые но у меня нога никогда ни разу не замерзала в них и поэтому я собственно говоря делал выбор в сторону 1600 грамм и совершенно друзья не пожалел то есть я одеваю видерсы на обычный носок самый простой офисный да то есть там термоносок самый тоненький никуда панта утепление в принципе не требуется будьте в воде стоять или будет стоять в лодке давайте пройдемся значит по материалу друзья я специально и ходил на себя извините может это выглядит несколько гламурно просто они довольно тяжелые то есть за тепло приходится платить вес порядка шести с половиной килограмм я их подел на себя потому что так держать их и показывать но несколько неудобно уж извините за такой скажем формат подачи материал здесь применяется 5-миллиметровый неопрен и видерсы выполнены в три слоя внутри вот такой флис очень мягкий очень теплый мне очень комфортно телу невероятно тепло внутри идет неопрен а снаружи идет смесь спандекса и лайкры спереди друзья есть муфта для рук с дренажным отверстием очень удобно руки здесь держать в принципе тут туманит от среда не знает чуть как как согреть руки потому что мы сейчас находимся либо в одной перчатке либо без перчаток удобно хорошо патронтаж на 8 патронов я думал что это лишняя штука на самом деле попробовал очень удобно мне нравится то есть я отстрелялся знал кто-то полез в воду знаю что у меня здесь есть патрон если надо помнить что когда так залезаешь глубоко в воду что то есть патрон с другой стороны так принципиально есть гигантский карман на липучке совершенно нереальных размеров я его не использовал не знаю но он есть такая штука имеется впереди два кольца на которые я повесил карабин их этим карабином я цепляю на свой чучела когда их собираю вставляю что еще здесь примечательного регулируемые лямки причем здесь еще есть дополнительно интересная фича как вы видите на лямках разные концы фастексов сделаем для того что если вам стало очень жарко вы можете вот так приспустить видерс и использовать лямки как пояс и вы можете стоять то есть если вы ранней осенью в них пошли охотятся и вот со выглядела солнышко то можно вот так вот подраздеться и в принципе но это удобно друзья плюс это еще удобно если вам надо сходить в туалет чтобы лепки не болтались только можно так вот защелку между собой и так сказать извините присесть на борт продолжаем дальше значит я хочу сказать друзья внутри еще располагается такой кармашек на молнии здесь есть карабинчик что там может было ключи не знаю промокаем не промокаем честно говоря не проводил испытания что мне немножко не нравится удивляет немножко вызывает удивление то что эти видосы не комплектуются ремонем это немножко странно потому что вейдерсы тяжелые это все-таки небезопасно все-таки американцы помешан на безопасности такая штука как ремень я думаю было бы не лишним особенно если вы ходите на лодке по глубоким водам по большой воде шанс перевернуться упасть за борт без для меня это будет не самая приятная ситуация все швы двойные проклеены сзади несколько слоев точно не могу сказать но по ощущениям слоя 3 применяется один на другой для того чтобы вместо подвержены наибольшему истиранию был оставалось прочным на коленях фирменная лакроссовская фишка усиленный не знаю что это за материал вот так вот усиливать в такой форме то чтобы они не теряли эластичность удобно вставать на колени все тянется ну не знаю сколько продержится не могу сказать понятно можно всегда за ними нужно следить чтобы в лодке обо что-то не зацепиться не порвать возможно внимание у меня на штанинах образуются такие мощные складки это моя общая проблема у меня такое телосложение короткие ноги у меня 30 рост и я всегда имею всякие сложности с брюками джинсами и так далее но и в том числе с вейдерсами тем у кого 32 34 рост проблем не должно быть но тем не менее будьте осторожны на сайте самого лакросса когда будете выбирать вейдерсы там предлагаются таблицы с размерами размерностью вам предлагается померить по моему диста и расстояние от промежности до пола размер груди или в талии как это что-то что больше и по моему от подмышки до пола и там есть три градации один это нормальный потом king и 3 забыл их называть но там для полных людей вот друзья если вы пойдете в king то это более для атлетов то есть ребята очень крупные высокие так далее то есть в моем случае не надо было идти для полных людей там можно было подобрать чуть покороче штанин но любом случае у меня была такая складка честно говоря мне никак не мешает в принципе без проблем можно становится становится на колени ну как может быть немножко эстетика страдает ну как бы знаете не они в театр хожу значит что еще важно очень удобная штука на каждом сапоге есть вот такие зацепы чтобы нужно было с ним удобно было снимать вот это зацепилась с дёрну подошве установлен металлическая пластина что вы никуда там не наступили не прокололи себе ботинок одна особенность есть имейте в виду это общая проблема лакроссовских вейдерсов они довольно узкие вот здесь в икре не могут давить ребята очень многие жалуются то что это вот они здесь узкие у меня здесь на пределе хотелось бы чуть больше свободы но не передавливает ну и как бы окей что я могу сказать по поводу эксплуатации этих вейдерсов мне очень понравилось в них охотятся друзья я ходила на тонкое термобелье и ни разу не замерз мне ни разу не стало жарко и они потел вот очень понятное дело я не одевал их температуру когда был там скажем теплее чем плюс 10 скажем то есть плюс 10 и ниже что-то уж часто воду надо в них вполне можно находиться немножко жарковато самый идеальный вариант это около нуля вот это прямо то что надо в них очень тепло ехать на лодке они естественно не продуваются можно садиться на любую поверхность в этом мне очень понравилось очень удобно так ребят еще одна такая штука хочу сделать небольшое вступление если вы смотрите интересуетесь ситкой у меня был ролик посвященный так вот вот эта куртка ситка такого заиграла совершенно новыми красками в сочетании с этим видом для этого она и проектировалась в таком состоянии друзья можно охотиться в мороз великолепно то есть достаточно легко все это тепло верхняя часть полностью хорошо утеплена в этой куртке а нижняя часть совершенно не утеплена и компенсируется видосами ребята и здесь мембрана винстоппер применяется это великолепнейшее сочетание я так охотился в астрахани а до этого я никак не мог найти применение потому что очень холодно вот эта часть живота спина не утеплены в этой куртке видосы которые тонкие не спасают ребята пол комбинезоны тоже я не знал зачем никуда ее деть как использовать теперь я нашел ей совершенно точное применение ничего не сказано рад ну что друзья в заключение хочу сказать что на мой взгляд это точно удачная модель вейдерсов да то есть мне в них очень понравилось если бы у меня еще пропорции бы были бы более таскать атлетичным было вообще здорово но тем не менее вполне удобно я остался ими очень довольный если вы подумаете о покупках теплых вейдерсов для охоты в декабре или позднего ноября при температурах близких нулю или отрицательных я могу смело рекомендовать вейдерс и лакрос на этом у меня все благодарю вас за внимание скоро увидимся с вами был мороз всем пока